Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Это я, Дед Мороз, я подарки вам принёс! Подарки в виде новогодних интересных авиационных фактов. Как встретить Новый год два раза подряд с помощью самолёта. Как бесплатно полететь на самолёте в Новый год. И кто такой летающий Санта. Всё это и другие интересные авиационные факты прямо сейчас. Ну а самое интересное, конечно, в конце. Так что не переключайся. Полетели! Вот как ты думаешь, существует ли на самом деле машина времени? Ну, ты удивишься, но да, существует и имя ей самолёт. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Спокойно, сейчас всё объясню. Ведь именно на самолёте, вылетев незадолго до наступления Нового года, скажем, из Читы, ты можешь отпраздновать Новый год на борту самолёта, а прилетев в Москву, ты всё ещё будешь в году прошлом и сможешь ещё раз послушать обращение президента и загадать желание подбой курантов. Часовые пояса, скажешь мне ты, нет, новогоднее авиационное чудо, отвечу тебе я. В Новый год подарки делает не только Дед Мороз, но и некоторые авиакомпании. Например, авиакомпания «Победа» каждый Новый год проводит акцию. Пассажиры в костюме Деда Мороза и Снегурочки летят бесплатно по любому внутрироссийскому направлению. Как это происходит? Да максимально просто. Наряжаешься Дедом Морозом или Снегурочкой, берёшь свой посох, мешок, подходишь к стойке регистрации, даришь новогоднее настроение сотрудницам и сотрудникам авиакомпании, а когда регистрация на рейс подходит к концу и на борту остались свободные места, тебе оформят бесплатный билет. Ещё одно условие – в костюме нужно находиться на протяжении всего перелёта. Санта-Клаус в реальной жизни жил в США и звали его Уильям Вин Капо, и он доставлял подарки на Рождество своим друзьям-смотрителям маяка в заливе Пеноп Скотт аж в 1929 году. С тех пор это стало доброй традицией – доставлять подарки Уильям со своим сыном Биллом-младшим стали на все маяки на побережье Новой Англии. Самолёт, на котором они доставляли подарки, был известен как «Воздушный Санта» или «Летающий Санта». К 1933 году они доставили новогодние подарки уже на 91 маяк. В то же время к ним присоединился историк Роу Сноу, который стал лицом воздушного Санты после гибели Уильяма в авиакатастрофе в 1947 году. Программа «Воздушный Санта» до сих пор существует, а подарки на маяки доставляют пилоты-добровольцы от некоммерческой организации «Друзья летающего Санты». Дед Мороз и Снегурочка были первыми пассажирами самолёта МС-21. Дедушка с внучкой летели на новейшем российском самолёте по маршруту Москва-Нижний Новгород в декабре 2022 года. И это не случайно, ведь именно по этому маршруту полетел первый пассажирский рейс, с которого 100 лет назад, в 1923 году, началась история регулярных авиаперевозок в нашей стране. Вот такие новогодние авиационные факты принёс нам Дедушка Мороз. Надеюсь, было интересно. Выпуск был короткий, но это значит только одно. Скоро будет ещё один ролик со всякими интересностями. С наступающим или уже наступившим Новым годом тебя! Здоровья, благополучия, исполнения всех мечт и желаний и мирного неба над головой. Пока!